Даже в дозоре можешь не встретить врага, это не горе, если болит нога, петли дверные, многим скрипят, многим поют, кто вы такие, вас здесь не ждут. 25 июля, день памяти Владимира Высоцкого, кумира миллионов, знаковой личности своего времени. В честь этого во Владивостоке торжественно открыли памятную доску, посвященную поэту и артисту. Меценатами установки выступила семья Пушкаревых, которые также были инициаторами создания единственного в России поющего памятника талантливому поэту. Для нас, для нашей семьи и для наших братьев, нас трое братьев, Высоцкий – это один из длинных наших поэтов и тевцов. То есть на шине, на радио, везде Высоцкий, у нас детство и по сей день это наш один и тевец. И это личность историческая для страны, для нас. И я вот сегодня еще скажу, то есть в каждой тесне Высоцкого можно найти на любой жизненный вопрос. Установили памятную доску на Семеновской 30. В этом доме, в квартире номер 41, Высоцкий останавливался у своего товарища во время визита во Владивосток в 1971 году. Как отметил мэр города Константин Шостаков, хочется, чтобы проектов, подобных этому, во Владивостоке было больше. Ведь они сделаны по велению души и очень вдумчиво, с любовью к городу. Мне кажется, что для нашей страны это просто феномен. В этом глубоко убежден, это фантастический, талантливый человек. Его поэзию, его творчество в целом любят. От наших дедов, по-моему, до наших сыновей. Поэтому его творчество, его факт присутствовавшего во Владивостоке должен был быть увековечен. На мероприятии все неравнодушные к творчеству великого поэта гости могли выступить с его стихотворениями во время открытого микрофона. Наплевав на флажки и запреты, рвал из сил свою душу не раз. Он искал в этой жизни ответы, став живым в этих песнях для нас. Но вот вживую ощутить эту энергетику, я думаю, что, наверное, мурашками бы покрылось бы все тело. Потому что если сейчас из грампластинки мы слышим, и у нас вот все внутри возбуждается в плане энергетическом, то вживую, я думаю, что не только мурашки, там, наверное, и волоски бы тоже дыбом стали. Для людей он навсегда останется самым живым и самым народным артистом. Степан Скляров, Ксения Быкова, Новости на Восьмом.